всем привет вы на канале удачмен и сегодня тема нашего видео выпуска подрастающее поколение и югентам это в германии так называется учреждение по надзору за воспитанием и развитием подрастающего поколения тема интересная многих она может заинтересовать тем что к примеру в вашей республике у вас там где вы живете такого нет такой конторы которая следит за тем чтобы дети правильно развивались ходили в школу вели себя культурно в семье и так далее кто-то сейчас может сказать как классно слушайте в германии сделана вот эта вот система мало то что демократия социальная система плюс еще следят за тем чтобы дети вели себя культурно и развивались в нормальных людей увы это не так чем занимается вот это вот контора грубо говоря эта контора если в двух словах она следит за тем чтобы детки чувствовали себя дома как у христа за пазухой то есть родители по факту не имеют права указывать детям что им нужно одевать что им нужно есть как себя нужно вести в обществе как нужно разговаривать с родителями объясняю по порядку сначала один пример когда-то я зашел в магазин стоял около прилавка что-то выбирал и на кассе кассирша подошел знакомый они поздоровались он и говорит ты знаешь где тут у этой как имя назвал женщину у нее такая беда случилась какая а ее говорит дочку югентам там забрал в опекунскую семью на как что случилось почему вот потому что девочка дура пришла домой и сказала блин все дети получают все семьи получают киндергет но это детское пособие на ребенка и родители отдают им эти деньги где мои деньги мать взяла и начала и объяснять так подожди подожди я готовлю для тебя еду так же как и для всех я стираю за тобой я убираю в квартире за тобой я помогаю тебе приехать в школу или забрать тебя со школы на машине какие деньги эти деньги платят не тебе эти деньги платят мне чтобы я за тобой следила чтобы я тебя воспитывала чтобы я покупал тебе одежду обувь и так далее девочка обиделась восприняла это как оскорбление личного достоинства на следующий день она пошла в школе к школьному психологу есть такой социальный педагог он же там школьный психолог и пожаловалась на то что родители дома на дне издеваются недолго думая психологша пока девочка была на уроках она из когда ты права ты молодец ты хорошо сделала что пришла и сказала мне об этом мы примем все меры к тому чтобы восторжествовала справедливость что сделала вот это вот социальная педагогша пока девочка училась на уроках она поставила в известность полицию она поставила в известность этот югентант и есть еще одна контора орднунгсант это почти полицейская структура эти люди следят за административным порядком в городе когда закончились уроки приехала несколько машин приехала полицейская машина приехал этот орднуксант девочку встретили вот эти вот сотрудники вот этой конторы югентанта посадили в машину и увезли все с того дня девочка маму больше не видела это была сильнейшая психологическая травма как и для вот этой малой идиотки которая сказала что мама над ней издевается и естественно сильнейшая психологическая травма для мамы так вот это вкратце чем занимается в германии югентант любой ребенок будь он в школе или в детском саду может подойти к социальному педагогу и пожаловаться на своих родителей сказать а у меня дома родители со мной разговаривают плохо меня дома родители бьют меня дома то меня дома это и этим социальным педагогам этого достаточно они не начинают искать причину почему его оскорбили почему его обозвали допустим там непонятно кем там дурным или еще кем-то почему получил по мозгам они не разбираются с этим они смотрят с позиции оскорбленного ребенка с оскорбленной личности на то что произошло на улицах очень часто особенно малые дети когда идут с матерью по улице мать говорит ну-ка иди сюда ты бросил подними убери ребенок не хочет или игрушки какие-то свои бросает или самокат велосипедик с бросил ты сама тащена нет это твой велосипед ты его сам должен исти фраза на немецком языке в переводе на русский звучащие как оставь меня в покое ты тупая корова звучит на немецких улицах со стороны ребенка в адрес матери довольно часто реакция ответная реакция матери на это она просто улыбается потому что она знает что если она сейчас даст по морде этому ребенку максимум два-три дня этого ребенка у нее просто-напросто отберут в опекунскую семью что такое опекунская семья это вот помните был фильм двое я и моя тень там где две этих близняшки мэри кейт и эшли олсен снимаются одна живет в детском доме а другая в семье богатого мужика миллионера и вот они встретились так и одну из этих девчонок все равно потом из этого лагеря отдали в опекунскую семью там хозяин отец этой семьи там у него один ребенок еще несколько детей приемных и они занимались работой на мусорке и вот все эти дети должны были пахать на той мусорке примерно такое происходит здесь в этих опекунских семьях дети которые дома получали абсолютно все внимание родителей в свою сторону попадают в жесткие ежовые рукавицы строжайший режим дня завтрак обед ужин строго по распорядку школа после школы уроки и только после того когда ты сделал уроки ты имеешь право немножечко поиграть со своим сотовым телефоном или пойти погулять на улице строго по времени то есть они вырываясь из своей семьи вот так вот по глупости рявкнув в школе или в детском саду что над ним родители дома издеваются чуть ли не грозятся убить и так далее попадая в опекунскую семью этот ребенок обратно уже вернуться не может все это вот как как мышеловка мышь когда попадают есть такая специального как у рыбаков есть тоже такое вот называлась раньше морда делалась из тонкой сетки рабицы такая как бы труба с одной стороны закрыта с другой стороны прутья были воткнуты внутрь то есть рыба заплывала внутрь обратно вылезти не могла потому что она упиралась в эти колья и могла пораниться то же самое происходит с этим ребенком он влетает вот в эту вот скажем так западню обратно вылезти он уже не может до тех пор пока ему не исполнится 16 лет первые полгода родители не имеют ни малейшего права видеть своего ребенка им не разрешают потому что объясняют это тем что у ребенка сильнейшая психологическая травма достоинства ребенка чуть ли не опущена на самое дно вы плохо занимались воспитанием сейчас у ребенка другая семья сейчас ребенку становится лучше мы поговорим с ребенком хочет ли он вас видеть или нет естественно они с ребенком не разговаривают через какое-то определенное время не говорят мы говорили с ребенком ребенок вас видеть не хочет вот чем занимается югентамп если вы к примеру на потусторонние их обязанности другие допустим помогать людям с поиском места в детском саду если у ваш ребенок по достижении трехлетнего возраста все еще не может найти место в детском садике вы не можете найти его место в детском садике вы обращаетесь югентамп они по разным садикам в городе звонят и подыскивают для вас место в этом их плюс они помогают в некоторых вопросах потом они помогают матерям одиночкам которые допустим разошлись со своими мужьями по по тем или иным причинам они помогают этим матерям через суд выбивать алименты от этих вот отцов для детей это тоже в принципе хорошо больше это контора по факту не занимается ничем положительным кроме как отбирать детей из семей и отправлять их фиг знает куда у одного моего знакомого буквально вот несколько месяцев назад отобрали ребенка причем получилось так что ну ребенок был сам как оторва ему было около 14 лет он был как которого он по вечерам шлялся по улицам разбивал с дружками фонари переворачивал рекламные стенды плакаты и так далее разбивали стекла в машинах в общем люди жаловались 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 в конечном итоге полиция начала следить выследила поймали их было двое одного один уже был на учете в полиции а этот попался впервые и сопоставив все и вот это поведение и успеваемость в школе которая была скажем так ниже плинтуса они на следующее утро домой его не пустили они просто позвонили в матери сказали что ваш ребенок находится сейчас под опекой государства в ближайшее время будет решено куда мы его отправим пока что он останется у нас в интернате есть такое если к примеру ребенок уже достиг подросткового возраста начинается переходный возраст у него его могут не отправить в опекунскую семью его могут оставить принудительно жить в интернате круглосуточно круглосуточно ну и когда этой матери сообщили об этом она сказала мать сказал да мне в принципе плевать на него у него есть папаша такой же отморозок как и он сам дала номер телефона этого папаши и положила трубку вот вам результат как вот мать относилась свою ребенку как она воспитывала потом югентам вот этот позвонил этому папаше и сказали вы обязаны нам платить две с половиной тысячи евро ежемесячно на содержание вашего ребенка для него это было шоком он глаза у него были как блюдечки размером за что объясните он 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 не понимал он не понимал для чего это делается вообще что ему говорят и когда они ему объяснили что ребенок на данный момент находится под опекой государства мы не можем объяснить вам причину и так далее просто он больше не увидит свою семью пока ему исполнится 16 лет общем он месяц целый боролся за то чтобы встретиться поговорить с ребенком вот этот вот куратор который ведет дело этого ребенка обещал 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 а потом получилось так что дочка этого знакомого позвонилась с этим парнишкой и сказала ты не хотел бы чтобы отец пришел мы могли поговорить потому что ну все-таки родные люди тогда конечно пожалуйста приходите только я не знаю разрешат ли вот эти и когда куратор вот этого ребенка позвонил и сказал что я разговаривал с ребенком к сожалению он не хочет видеть ни вас не мать вы должны понимать у него тяжелая сейчас психологическая травма мы с вами созвонимся когда придем к общему знаменателю с вашим ребенком и с вами это был второй большой шок для этого знакомого но потом все таки когда получилось вышло так что он не должен платить ни копейки за содержание своего ребенка в этом интернате потому что все это перешло на сторону государства там вот такие вот дела но еще пример одних моих знакомых которые только-только приехав сюда в германию еще в начале двухтысячных годов услышали от своей дочки вот как я вам вначале говорил . помочь дочку звали настя кажется они услышали свои дочки буквально следующее папа мама где мои детские деньги а мать сразу там такая мать боевая какие деньги ну вот вы же получаете на меня 270 марок тогда еще были марки получаем и где эти деньги мне с девочками хочется пойти на дискотеку мне хочется одеться то одеть это мне хочется пойти в кафе она слышь ты девочка тебе сколько лет тебе 12 лет до 12 лет вот сидит им молчи эти деньги мы получаем для того чтобы кормить тебя корову апстировать тебя и убирать за тобой и отправлять тебя в школу и покупать тебе одежду и обувь так что еще раз что-то вякнешь получишь по морде и вообще ни копейки к чайка карманных денег даже в месяц не получишь поняла девочка поняла она была с мозгами и потом когда у случились такие вот моменты когда я был чисто свидетелем слышал как у кого-то отбирали детей и потом я вот вообще вот у нас в школе когда ходил на собрание к ребенку я видел как многие матери жалуются на то что их дети дома не слушаются да не их обзывают и социальные педагоги просто-напросто говорили ой да вы знаете это пока это ребенок он у него стресс в школе стресс с одноклассниками может быть учитель на него покричал поругал ну а ему нужно где-то выплюснуть свои эмоции вы уж не обижайтесь если у нас один раз там как-то там обзовет и так далее да вот что говорят социальные педагоги родителям школе то есть они заранее подготавливают родителей к тому что ваши дети вырастут свиньями ваши дети вырастут грубо говоря подонками каких вот полно на улицах бегает и вы не имеете права указывать этим детям как они должны жить потом из таких вот детей вырастают такие вот греты которые по пятницам устраивают пикеты перед различными горсоветами и так далее на плакатиках пишут вы украли мое детство вы украли то вы украли все вы еще об этом пожалеете потом этих грет сначала гладят по головке несмотря на то что они страдают аутизмом синдромом асбергера еще каким-то идиотизмом или еще какой-то дрянью через несколько лет только потом замечают елки-палки кого мы все-таки охраняли она дура а наш дура но вот это про эту грету точно также про других но каждый в германии есть такое выражение каждый заслуживает второй шанс то есть когда допустим однажды отобрали ребенка в семье этот югентам отправил его в какую-то опекунскую семью жить это считается он заработал второй шанс а то что у этого ребенка на всю жизнь остается в душе психологическая травма что его вот так вот обманным путем благодаря тому что он глупо себя повел не подумал какие могут возникнуть последствия его вот этих вот глупых жалоб на своих родителей на папу на маму он не подумал об этом югентам пользуясь его глупостью хватает его и увозит вот в чем был вот действительно в чем был в чем пришел в школу в том его хапнули и увезли или в интернат или увезли в опекунскую семью и родители не имеют права встретиться с этим ребенком и вернуть его обратно до достижения 16 летнего возраста вот этим вот подростком в родители могут нанимать адвокатов родители могут обращаться в суды но еще не было здесь германии ни разу ни одного случая чтобы суд оправдал родителей и обвинил вот эту вот организацию под название югентам в неправомощности своих действий в превышении своих действий в злоупотреблении своей скажем так вот это вот властью еще не было ни одного случая такого детей отбирают травмируя и родители и этих детей но те семьи которые в которые эти дети попадают и семьи естественно получают бонусы от государства в качестве дополнительных денег зачастую в этих семьях работает только один человек или муж или жена а другой сидит с этими детьми занимается с ними по телевизору даже иногда показывают время от времени может раз в полгода показывают такие вот семьи вот опекунская семья недавно к ним попал вот такой вот ребенок он из асоциальной семьи социальное положение ужасное опущенное специально вот так вот давят на чувство жалости зрителей чтобы зрители на подсознательном уровне понимали все таки югентам это действительно хорошая контора да но на самом деле это не так это тоже самое что так ладно все в политику я не буду лезть но нафиг это говня говняная тема короче югентам это не то что вам могут рассказать это не то что вы можете подумать заниматься воспитанием духовным и физическим и психологическим вот подрастающего поколения югентам этим не этим не занимается этим занимаются допустим учреждения по спорту по занятости среди подростков и молодежи этим занимаются различные вот эти вот добровольческие клубы вот эти вот волонтерские клубы различные организации спортивные так далее вот они занимаются они занимаются но не вот эта контора под названием югентант то есть учреждение по надзору за молодежью если перевести на русский в смысловом эквиваленте так что если вдруг кто-то вам расскажет о германии что это такая вот сказочная страна типа вот как как там было раньше молочные реки кисельные берега не верьте не верьте потому что за красивой упаковкой может скрываться монстр причем этот монстр сначала будет вам улыбаться в глаза а за спиной будет держать нож которым потом он принят вас в спину если вы отвернетесь в общем не забудьте подписаться на этот канал я думаю что вам понравилось вот это вот то что я сегодня сказал и вы поделитесь этим видео с друзьями оставите свой комментарий пальчик вверх нажмете на колокольчик чтобы всегда быть в курсе всех наших событий у нас на канале ну и оставайтесь нам здоровы всем удачи пока